В этом году, 3 мая, в станице Ханской произошло ДТП, в котором погибла женщина, мать троих несовершеннолетних детей. Трагедия той ночи приобрела широкий общественный резонанс. Предполагаемого виновника задержали, а над уголовным делом несколько месяцев работали следователи полиции Майкопа. О деталях и новых обстоятельствах аварии в нашем сюжете. ДТП произошло поздней ночью. Туда незамедлительно прибыли сотрудники полиции Майкопа. По версии следствия, 25-летний житель пригорода, управляя автомобилем ВАЗ-2114, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Ладой Приорой. В результате на месте аварии скончались 33-летняя пассажирка Лады, мать троих несовершеннолетних детей. А находившийся за рулем 32-летний мужчина с травмами был госпитализирован. После совершения ДТП водитель второго автомобиля на месте происшествия бросил транспорт и скрылся. Спустя считанные часы в ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-радостных мероприятий сотрудники полиции Майкопа установили личность и задержали предполагаемого виновника аварии, оказавшегося 25-летним местным жителем. На первом же допросе он дал признательные показания. По ходатайству следствия задержанный был арестован и в настоящее время содержится под стражей. Следствием установлено, что на момент совершения ДТП обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел разрешения на управление транспортным средством категории B и страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства. В ходе расследования были назначены и проведены судебные автотехническая, видеотехническая и медицинские экспертизы. Сейчас уголовное дело, расследованное по пунктам А и Б части 4 статьи 264 УК России, направлено для рассмотрения в Майкопский городской суд. Санкции этой статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы. В Адыгее правоохранительными органами задержаны трое подозреваемых в покушении на сбыт синтетических наркотиков. Операцию провели сотрудники управления ФСБ России по Адыгее во взаимодействии с оперативниками ОНК Республиканского МВД. В результате пресечена противоправная деятельность троих жителей города Белореченска Краснодарского края, двое из которых несовершеннолетние. Все они подозреваются в причастности к покушению на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере на территории Адыгеи. Правоохранители задержали их с поличным в Майкопе при осуществлении тайниковых закладок с героином и метадоном. Эти сильнодействующие запрещенные вещества они в дальнейшем планировали сбыт через интернет. Что делали? Следствовали. Раскладывают что? Ничего не делали. Сколько вы этим занимаетесь? Недолго. Кто дал право травить Майкопчо? Никто. Никто? Сами решили? Да. В соответствии с заключением экспертов-криминалистов МВД по Адыгеи, общий вес изъятых наркотиков подпадает под крупный размер. Следственным отделом по городу Майкопу СУСК России по Республике В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту Г части 4 статьи 228 прим. 1 УК России, то есть покушение на незаконный избыт наркотиков в крупном размере. Санкция вышеуказанной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.